Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 12 января. Страдание святой мученицы Татьяны. Святая мученица Татьяна родилась в Древнем Риме от знатных родителей. Отец ее, трижды бывший консулом, был тайным христианином и отличался богобоязненностью. Свою дочь святую Татьяну он воспитал в благотестии и страхе Божьем и научил ее Божественному Писанию. Когда святая Татьяна достигла совершеннолетнего возраста, она восхотела проводить жизнь свою в девстве и целомудрии. Невестой была она Христу. Поменея к Нему любовь, она Ему единому служила день и ночь, молитвой и постом, умертвляя плоть свою и порабощая ее духу. За свою добродетельную жизнь она сподобилась послужить в церкви. Она была поставлена деканисой и, подобно бестелесным ангелам, она служила Богу во плоти. И Христос Бог венчал невесту Своим ученическим венцом. Она пострадала следующим образом. Когда был убит своими же римлянами нечестивый царь Антонин Гелиоагабаль, и тело его, влекомое по граду с поруганием, было брошено в реку Тибр, на царский престол был возведен Александр, юный 16-летний отрок. Антонин Гелиоагабаль, римский император, царство с 218 по 22-й год, был крайне развращенным человеком, почему скоро навлек на себя презрение солдат. Он установил своего двоюродного брата, благородного Александра Севера. Но когда он в этом раскаялся и стал покушаться на жизнь последнего, был умертвлен солдатами. Александр Север, царство с 222 по 35-й год. Он имел матерью-христианку именем Маммею, а от нее он научился почитать Христа, но не согласно с верою Христовою, ибо в то же время он продолжал служить идолам и поклоняться им, как древним богам римским. В его дворце были изображения Христа и почитаемого язычниками Аполлона, редкозаветнего Авраама, языческого Архея и многих других. Сам Александр, как сын христианки, не преследовал христиан, но наместники его, правители областей и консулы, сильно притесняли христиан. Так как сам Александр был слишком молод, то управление государством было поручено некоторым из пленов Совета. Главным среди них был городской епарх Ульпиан, жестокий нравом и великий враг христиан. Эти советники от имени царя управляли всем, они-то и разослали повсюду повеления. Чтобы галилеян, так они называли христиан, всюду принуждать поклоняться римским богам, угрожая им в случае неповиновения, лютыми мучениями и даже смертью. Наблюдать же за тем, исполняется ли христианами это повеление, были избраны следующие, литейшие враги христиан и верные слуги дьявола. Комит Виталий, Кувикулярий Ваз, Доместик Кай. Комитами назывались первоначально спутники высшей чиновной особы в провинции, а позднее спутники императоров, Кувикулярий – царский постельничный спальник, Доместики – охранная стража римских императоров. Тогда и в Риме и во всех областях римского государства полилась кровь христианская, подобно воде. Их не щадили, но подвергали мучениям и предавали смерти. В то время и святая Татьяна была схвачена язычниками и приведена в храм Аполлона. Ее хотели принудить поклониться этому идолу. Она помолилась истинному Богу, и вдруг произошло землетрясение. Идол Аполлона упал и разбился на части, обрушилась та же часть храма и предавила многих язычников и жрецов. Дьявол, обитавший, выдали, с громким криком и рыданием бежал от того места. Причем все слышали вопль его и видели тень, пронесшуюся по воздуху. Тогда нечестивые повлекли Святую Деву на суд и мучения. Сначала они стали бить ее по лицу и терзать очи ее железными крючьями. По долгому мучению сами мучители из не могли, ибо тело Христовой страдалицы для наносивших ей раны было твердо, как бы наковальня. И больше приняли муки сами мучители, чем святая мученица. И ангелы невидимо стояли около святой и наносили удары тем, кто мучил святую Татьяну. Так что мучители взывали к беззаконному суде и просили его, чтобы он приказал прекратить мучения. Они говорили, что сами они больше страдают, чем святая и невинная Дева. Татьяна же, мужественно претерпевая страдания, молилась за своих мучителей и просила Господа, чтобы он отверз им свет истины. И молитва ее была услышана. Небесный свет озарил мучителей, и духовные очи их отверзли. Они увидели четырех ангелов, окружающих святую, и услышали глаз с небес, бывших святой Деви, и пали перед ней на землю, и стали молить ее. Прости нас, служительница истинного Бога, прости, ибо не по нашей воле мы приняли тебе мучения, причинили тебе мучения. Все они, их было числом восемь человек, уверовали во Христа и восприяли крестение в своей собственной крови. Ибо их за исповедание Христа жестоко мучили и, наконец, усекли им главы. На другой день неправильный судья воссел на судилище. Он приказал привести на мучение святую Татьяну. Она же пристала перед своими мучителями совершенно здравой. Лицо ее было спокойно и радостно. Судья стал убеждать святую Деву, чтобы она принесла жертву идолам. Но старания его оставались светными. Тогда он приказал обнажить святую и бритвами резать ее. Девическое тело ее было бело, как снег, и когда стали резать его, то из раны вместо крови истекло молоко, причем распространилось великое благоухание, как бы и от сосуда с ароматами. Святая завозрев на небо молилась среди этих мучений. Затем ее крестообразно распростерли на земле и долгое время били жезлами, так что мучителей изнемогали и часто сменялись. Ибо, как прежде, ангелы Божии невидимо стояли около святой и наносили раны тем, кто притенял удары святой мученице. Слуги мучителей изнемогали, заявляя, что им кто-то наносит удары железными палками. Наконец, девять из них умерло пораженной десницей ангельской, а остальные упали на земли еле живыми. Святая же обличала судью и его служителей и говорила, что боги их бездушные идолы. Так как уже приближался вечер, то святую извергли в темницу. Здесь она провела всю ночь, молясь Господу. И воспевая ему хвалы. Небесный свет озарил ее, и ангелы Божии словослоили вместе с нею. Утром ее снова привели на суд. Увидев святую мученицу вполне здоровую, с лицом еще более прекрасным, чем прежде, все были изумлены и удивлены. Сначала ее стали ласково и льстиво уговаривать, чтобы она принесла жертву великой богини их Диане. Святая Дева показала вид, что согласна последовать их совету. Ее повели в храм Дианы. Бес, обитавший выдали Дианы, почувствовал приближение святой Девы и стал громко, громогласно взывать. Горе мне! Горе мне! Куда бежать мне от Твоего Духа Божий Небесный? Огонь, возгорающийся со всех углов этого храма, гонит меня! Святая, приблизившись к храму, ознаменовала себя крестным знамением и, возведя очи свои к небу, стала молиться. Вдруг раздался страшный удар грома, и заблистала молния. Огонь, упавший с неба, попалил храм с идолами. Жертвы, жрецов, множество из неверующих, опаленные молнии замертво упали на землю. Тогда повели святую Татьяну в притор, подвесили ее там и терзали железными крючами, и даже вырвали ей сосцы. После этого святую заключили в темнице, и снова святозарные ангелы небесные явились к святой страстотерпице, совершенно исцелили ее от ран и восхваляли ее мужественное страдание. Наутро святую Татьяну привели в цирк и выпустили на нее страшного льва, чтобы он растерзал святую, но сырепое животное не коснулось святой. Лев ласкался к ней и покорно лизал ее ноги. Когда же льва хотели было увезти обратное из театра в клетку, он внезапно устремился на одного знатного сановника по имени Евминия и растерзал его. Святую Татьяну снова повесили и снова начали строгать ее тело, но снова ангелы невидимо наносили удары ее мучителям, и те падали мертвыми. Тогда святую издергли в огонь, но и огонь не вредил ей. Сила огненного пламени стихала, как бы почитая рабу Христову. Не фестившись, все сиезивные знамения приписывали не силе Христовой, а волхвованию. Они остригли святой волосы, надеясь, что ее пиары будут более недействительны. Они думали, что так, что ничем нельзя повредить ей, что в волосах святая имеет некоторую волшебную силу. Посему они остригли ей волосы и заключили ее в храм Зевса. Безбожные думали, что святая никак не может более повредить их божеству, потому что с потерей волос она лишилась и силы волхвования. Два дня провела святая заключенной в том храме. Небесный свет, который всегда ее осеивал, разливался и в храме, и ангелы ободряли и утешали ее. На третий день пришли жрецы с народом, чтобы принести жертву своему Богу Зевса. Отворив храм, они увидели, что идол их упал и разбился, а святая Татьяна пребывала в радости о имени Господа Бога. Тогда ее привели в судилище. Судья, не зная, что еще сделать с ней, изверег ей смертный приговор. И святая Татьяна была учащена мечом в 226 году. Вместе с нею казнили и отца ее, ибо узнали, что и он христианин. Сначала мучители лишили его почетного звания, отняли у него все его имение. Осужденный на смерть, он умер от меча вместе со своей дочерью за имя Христова. Оба они сподобились от Господа, получить венцы мученические от Христа Бога. Ему же слава во веки! Аминь! Богу нашему слава во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok